Девушки отдыхают Кабинет генерального директора Единой Лиги ВТБ Илона Корстиной. Здесь решаются ключевые стратегические вопросы. Илона, добрый день. Добрый день. У вас очень красивый офис и нам сегодня повезло с погодой. Яркое солнце, видно небо. Это правда, что в туман и ненасть у вас в офисе выходной объявляются? Нет, неправда. У нас на самом деле достаточно такое жесткое расписание и есть игровая дисциплина. И у вас есть баскетбольное кольцо. Можно, наверное, тренировки проводить, не выходя из офиса? Ну, конечно, можно. Иногда мы бросаем в это кольцо. Иногда даже бывает один на один играем. Но так как это офисное здание и потолки низкие, небаскетбольные здесь, особо не разойдешься. 17 человек – это достаточно для того, чтобы обеспечить работу Диной Лиги ВТБ. Конечно же, на такие мероприятия, как «Матч всех звезд» нам пришлось привлекать еще людей, дополнительную организацию, для того, чтобы на месте у нас была помощь в проведении этого мероприятия. Но для каждодневной работы офиса 17 человек – это вполне достаточно. Все, что происходит в этом кабинете, в буквальном смысле слова, на виду. Это кабинет директора по маркетингу и развитию Василия Горшкова. Впервые «Матч звезд» прошел. И вот этот хайп, он случился, а сезон еще не закончился. Чего нам ждать еще громкого в этом сезоне? Да. Действительно, хайп – это то, чего мы хотели создать, чтобы о нас говорили и чтобы мы немножко пошумели. И я думаю, что мы доказали, что баскетбол может быть не только спортом, но и развлечением шоу. Вот эта задача стояла на «Матче звезд», и эту задачу мы ставим как основную в развитии Лиги. Что важнее – обложка или содержание? Матч «Матч всех звезд» все-таки красивая обложка. В первую очередь. Но во второй очереди оказалось, что это прекрасное содержание. И если говорить о клубе баскетбольном, который проходит дистанцию 30 матчей за сезон, то вот идеальная дистанция – это когда клуб красиво открыл сезон, а потом с каждым новым матчем увеличивал посещаемость и увеличивал удовольствие, которое болельщики получают от игры. Как часто клубы нарушают те или иные статьи регламента? И кто несет за это ответственность от Лиги? Кто палач? Кто является палачом в Лиге? У нас есть директорат, который принимает решение. То есть в директорат у нас входит ряд работников непосредственно Лиги. И, соответственно, это все коллективно обсуждается. То есть у нас по итогам каждого тура мы собираем информацию от комиссаров о том, что было, какие были и были ли вообще нарушения регламента. И, наконец, кабинет президента Лиги ВТБ Сергея Кущенко. Сергей Валентинович, добрый день. Добрый. Спасибо за приглашение. У вас в офисе, с которым мы сейчас знакомимся, два отдела. Пермская Парма, отдел маркетинга, и Алексей Чудин, Казанский Уникс. Какой из этих отделов важнее? Куда чаще идете? Оба отдела собираются либо в этом кабинете, либо в кабинете Уилон. Мы обсуждаем то, что именно эти два отдела являются ключевыми для наших клубов. Если синхронизация этих отделов будет работать максимально, то мы получим, а, и качественные соревнования, и, б, максимальное количество зрителей на наших матчах. У нас полное понимание с генеральным директором. Я думаю, что управление ежедневное осуществляет все-таки Илона. И прекрасно с этим справляется. То есть она у нас главный тренер? Она у нас главный тренер. А я больше консультант. Надеюсь, что наш тандем, особенно после матча «Звезд», все-таки дал возможность говорить о том, что у нас эффективное управление. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!